Hi guys, how are you today? Welcome to our course, lesson 21. Сегодня, сегодня у нас очень важное занятие, потому что за 20 минут мы повторим весь изученный материал последних шести занятий. Также я вам расскажу о супертехнике, с помощью которой ты получишь еще лучшие, более крутые результаты в изучении английского языка. Поэтому устраивайся поудобнее и поехали! Друзья, приветствую вас на 21 занятии курса английский по диалогам по методике АСИМИЛЬ. Английский легко, интересно и с удовольствием. Если вы впервые на моем канале и на моем курсе английский по диалогам, тогда я расскажу несколько слов о себе. Меня зовут Дмитрий, я полиглот, лингокоуч, ваш преподаватель английского языка и страстный увлеченный путешественник. На данный момент я говорю на семи языках, половину из которых я освоил по собственной методике лингокоучинга. Изучение языков английского интересно с удовольствием. Если вы хотите так же, как и я, изучать языки, становиться полиглотами и менять, открывать, менять свою жизнь и открывать новый мир, тогда подписывайтесь на мой канал. Если вы еще это не сделали, сделайте красную кнопку серой. Также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на моем канале. Ну и, конечно, нажмите лайк. Это будет ваше небольшое спасибо за наш курс английский по диалогам. Итак, сегодня у нас суперважная встреча. Как я уже сказал, мы с вами повторим весь изученный материал на последних шести уроках. Вы знаете, что каждое седьмое занятие – это у нас обобщающий урок, поэтому сначала мы проговорим те моменты, которые мы с вами изучили по грамматике. Затем я вам расскажу о супертехнике по работе с диалогами, и мы с вами проработаем таким образом один диалог. А потом мы с вами качественно повторим все изученные слова, которые у нас были шесть в последних раз. Итак, начнем с вами с глагола can. Can, вы знаете, что глагол can – это уметь либо мочь. Два значения. Например, can I help you или can you help me? Ты можешь мне помочь? Can you help me? И ответ будет I can help you. Я могу тебе помочь. Либо I can't help you. I can – могу. I can – я не могу. И запомните, что в вопросах и отрицаниях с can у нас глагол помощник do не используется. Вы знаете, чтобы сказать, допустим, я курю, я не курю. I smoke. I don't smoke. И так далее. Но когда у нас глагол can, глагол can – исключение. Поэтому глагол помощник do в вопросах и отрицаниях не используется. I can – я могу. I can't – я не могу. Причем без разницы, какая форма. I, you, he, she, it, they, we. Форма всегда будет can либо can't. Суперлегко запомнить, суперлегко тренировать. Ну и, конечно, это в значении еще уметь, не только мочь. Допустим, можно сказать, I can speak seven languages. Я могу, я умею говорить на семи языках. I can, не знаю, I can do fitness. Я умею заниматься фитнесом и так далее. Дальше. У нас с вами был такой момент по поводу глаголов have либо have got. Это иметь. Сначала мы с вами вспомним спряжение глагола have. Вы помните, что I, you, we, they у нас форма have. He, she, it у нас форма has. И мы можем с вами использовать просто глагол have иметь, либо have got иметь. Это то же самое. Ни в чем отличия нет. Никакого отличия нет. Либо вы используете просто глагол have в значении иметь, либо have got. Примеры у нас с вами уже были такие. Я их еще раз продублировал. Допустим, давайте зададим вопрос. У тебя есть деньги? Have you got money? Если у нас выражение have got, видите, тут глагола помощника do нет. Если мы используем просто обычный глагол have, у нас, конечно, по всем правилам должен быть глагол помощник do, либо does, если это he, she. Но тут у нас you. Do you have money? И, соответственно, ответы. Yes, I have got some money, либо I have some money. То же самое. Have got, либо просто have. Либо в отрицании. No, I haven't got any money, либо I don't have any money. Если мы говорим про третье лицо, он, она, оно, то у нас, соответственно, будет, допустим, he has got some money. He has some money. He hasn't got any money. He doesn't have any money. Надеюсь, с этим уже у вас путаниц нет. Слова any и some. У нас в наших диалогах последних очень часто встречались эти слова. Any – это какой-нибудь, любой. Is there any tea? Есть чай? Есть какой-нибудь чай? Some – это немного, небольшое количество. Очень часто мы можем это просто даже и не переводить, эту форму. Допустим. You can have some coffee. Ты можешь выпить кофе, либо немного кофе. Какие были интересные выражения по поводу еды? Быть голодным, например, to be hungry. I'm hungry. Если вы хотите спросить вашего собеседника, Are you hungry? To go один? Также выражение, когда мы спрашиваем про жажду. To be thirsty. To be thirsty. Быть жаждущим. Are you thirsty? Ты хочешь пить? Либо дословно ты есть жаждущий. Слово really. Really переводится двумя способами. Либо действительно, либо очень. Например, перед прилагательными это будет значение очень. I'm really tired. Я очень устал. Либо I'm really hungry. Я очень голоден. А когда мы хотим подтверждение чему-то, либо мы, может быть, не верим, мы можем спросить, really? Действительно? Really. Действительно. Дальше. Указание принадлежности. Например, Джонс камера. Камера чья? Джона. Через апостроф. Имя человека. Апостроф сверху. As. А если у нас неодушевленные предметы, мы говорим не про людей, у нас добавляется предлог Alba. The capital of Russia. Столица России. Сокращение в английском языке. Вы знаете, что носители английского языка любят все сокращать. Я постоянно вам делаю расшифровки этих сокращений. What's wrong? What is wrong? Что есть? Не так. Что случилось? То есть, дословно, что есть не так. I've got. Это I have got. Я имею, да? This camera's broken. Тоже у нас заменяет глагол быть. Сокращение глагола быть. This camera is broken. Эта камера есть сломанная. That's my problem. That is my problem. Это моя проблема. Помните, я много раз вам говорил, что в русском у нас нету глагола. Например, это моя проблема. В английском должен быть всегда глагол-связка быть. Это есть моя проблема. Но это не только в английском языке. В английском, немецком, испанском, французском везде есть глагол-связка быть. Вот в русском нету. В турецком, кстати, тоже нету. Но это из тех языков, которые я знаю и изучаю. Как предложить идею? У нас было выражение с вами how about. Плюс существительное. Например, how about a trip to Moscow? Как насчет поездки в Москву? How about, если мы используем глагол, мы к нему добавляем ing, окончание. How about watching a film together? Как насчет посмотреть фильм вместе? Давай. Давай или давайте что-то сделаем. Let's это может быть как давай, так и давайте. Вежливая форма и форма к друзьям. Неформальная. Let's go to the beach. Давай пойдем на пляж. Let's do it. Давай сделаем это. Let's speak English. Давай поговорим по-английски. Либо давайте говорить по-английски. Это был основной грамматический материал. Друзья, напоминаю вам. Если кому-то из вас не хватает грамматики, все-таки та методика, по которой строятся мои занятия, это коммуникативная методика, когда мы работаем с диалогом. И грамматика изучается основная, базовая, через диалоги. Если вам не хватает грамматики, вы можете взять любую, любой самоучитель по грамматике, либо курс, я уже несколько раз говорил, курс Дмитрия Петрова на YouTube, 16 уроков английского языка. Абсолютно бесплатно, в свободном доступе. Там будет больше именно грамматической проработки. Мне кажется, лучше грамматику изучать не чисто грамматику, а именно в коммуникативном формате. То есть через диалоги, через общение. И брать минимум базовую грамматику. Но если вам хочется какие-то моменты проработать, побольше упражнений, вот вам курс Дмитрия Петрова и его приложение, либо любой другой самоучитель с упражнением. Итак, супертехника работы с диалогом. Я уже немного вам эти элементы супертехники давал, но если вы действительно хотите задания для продвинутых и получать еще больше, в два раза больше эффекта от нашей занятии, как вы можете построить такую работу по супертехнике? Вы слушаете аудио и пишите текст фразу за фразой, и потом проверяете с оригинальным текстом. Здесь вы можете взять любой аудиоматериал, который у вас есть. YouTube, может быть, подкаст, либо еще где-то, где у вас есть аудиодорожка. То есть аудио есть, либо видео плюс текст. Либо вы берете один из наших старых диалогов, как мы сегодня сделаем на занятии. Мы возьмем с вами какой-то старый диалог, и мы его проработаем. То есть вы включаете мое занятие, например, выбираете любой номер, и включаете наше занятие, и прослушиваете диалог, несмотря в текст. И пытаетесь его воссоздать на вашем листке бумаги. То есть нажимаете на стоп, записываете кусочек, может быть, еще раз включаете, пока вы не запишите весь диалог. Если вдруг вы никак не слышите какое-то слово, просто ставьте прочих. Но постарайтесь два-три раза этот диалог послушать. Там буквально минутка. Берите аудиоматериал не больше минутки-двух, чтобы вам был не супербольшой диалог. Вы видите, что у нас сейчас с вами маленькие диалоги. Пока. Потом они будут более длинные диалоги в нашем курсе. Итак, ваша цель – записать текст со слуха. Тренируем наши ушки. И потом вы проверяете с оригинальным текстом. Здесь вы знаете, что всегда есть перевод. Я вам даю диалог и даю перевод. Вы проверяете с переводом, если надо, вносите какие-то корректировки. То есть вы сравниваете не с переводом, а вот вы же написали английский текст. Вы проверяете сначала с английским вариантом диалога. Я думаю, что здесь понятно. Если надо, вносите корректив. Затем тренируете произношение. Второй шаг. Повторяете за диктором вслух каждую фразу. Мы это с вами делаем на занятии. Третье. Переводим свой написанный текст на русский язык и проверяем с переводом. То есть вы со слуха записали текст на английском языке. Проверили с оригиналом. И потом вы смотрите только на ваш текст, написанный на английском языке, и переводите его на русский язык. Да? Переводите его на русский язык. Если мы говорим с вами про нашу идеологию о семье, вы сравниваете потом, вы открываете урок дальше, наше занятие, и сравниваете ваш перевод с тем, что вы видите на экране. Если надо, вносите какие-то коррективы, подправляете ваш перевод. Прочитываете четвертый шаг, прочитываете текст на английском языке несколько раз вслух, стараясь запомнить или освежить новые слова и конструкцию. Потом, пятый шаг, лучше делать через несколько часов, либо на следующий день. Переводите текст с русского языка, ваш диалог на русском языке, на иностранный, то есть на английский. Вы переводите, а потом сверяете с оригиналом, то есть в нашей методике i7, либо если вы нашли отдельный аудиоматериал с транскриптом. То есть вы сравниваете перевод, и если надо, какие-то вещи корректируете. И шестой, дополнительный, скажем, шаг. Вы пересказываете этот диалог, если это был диалог, например, семей, либо текст, своими словами. Можно просто пересказать самому себе, а еще лучше записать на диктофон, пересказать этот диалог на диктофон и потом себя прослушать со стороны. Это очень круто работает, когда вы записываете себя на диктофон и себя слушаете. Друзья, вот шесть шагов для более детального проработки аудиоматериала. Да, это занимает время, но если вы будете, я вам рекомендую раз в неделю брать один из старых наших диалогов, либо какой-то отдельный материал, аудиоматериал, но он должен быть для вас интересен. Если вы берете не наши диалоги, а семей, найдите какой-то аудиоматериал с текстом, который вам интересен. Не сложен. То есть это должна быть золотая середина. И не суперлегко, и не суперсложно. И, соответственно, вот по этой методике вы прорабатываете. Это круто. Сначала мы тренируем ушки, записываем со слуха, потом переводим сначала на родной язык, потом с родного еще раз на английский. Понимаете, мы качественно прорабатываем эту лексику слова урока и грамматику с разных сторон. И, конечно, тренируем произношение, потом еще делаем пересказ. Я пользуюсь этой техникой сам, изучаю сейчас, в данный момент, турецкий язык. Окей, давайте сейчас с вами послушаем диалог. Он у нас уже с вами был. Я сейчас его включаю, и вы его стараетесь записывать по фразам. Давайте прослушаем. Отлично. Это был короткий диалог. То есть сейчас вы должны иметь текст, написанный на вашем листке бумаги. То есть у вас должен быть записан этот диалог. Вы можете еще раз вернуться, если не все успели записать, останавливая на паузу, записывая. У вас есть сейчас ваша версия, то, что вы услышали. Теперь давайте сверим с оригиналом. Вот этот оригинал диалога можете нажать на стоп, сверить и подкорректировать, если были какие-то ошибки, которые вы записали со слухом. Окей. Вы нажали на стоп и все это проверили. Теперь следующий шаг. Мы сейчас с вами сделаем ускоренный вариант техники. Переведите на русский язык. Нажмите на стоп прямо сейчас и сделайте перевод на русский язык. Приступайте. Окей. Я думаю, что вы сделали перевод на русский язык. Давайте сейчас проверим. Вот вам перевод на русский язык. Можете также нажать на стоп, проверить перевод и внести измене в ваш перевод. Окей. Вы проверили перевод на русский язык. Следующий шаг. Теперь нажмите на стоп и переведите этот текст. на английский язык. Нажимайте на стоп. Окей. Вы перевели этот текст и можете опять сравнить с оригиналом. Вот оригинал этого диалога. Но сейчас мы с вами это сделали очень быстро. А в том алгоритме, который я вам показывал, мы можем с вами растянуть на два дня. То есть первый день вы делаете шаги с первого по четвертый, а на второй день, либо через несколько часов, делаете последний перевод с русского на английский и потом делаете пересказ. То есть еще раз рекомендация. Брать наши старые диалоги, либо другой материал, обязательно аудио плюс текст, и брать раз в неделю так качественно прорабатывать по этой новой методике. Действительно, вы увидите эффект, если будете делать это регулярно. Так, друзья, еще я сегодня планировал повторить все слова, которые у нас есть в Quizlet. Я не знаю, у нас остается три минутки, все мы не успеем повторить. Давайте несколько посмотрим, насколько вы хорошо их знаете. Ваша задача – хорошо знать слова и выражения за последние шесть уроков. Давайте что-то повторим вместе, остальное вы сами повторите. Итак, вы должны назвать «Успеть до меня». Завтра. Breakfast. Есть чай. Is there any tea? Нет, но ты можешь выпить кофе. No, but you can have some coffee. Хорошо, есть яйца. Okay, are there any eggs? Нет, но у меня есть бекон. No, but I have some bacon. Отлично. А есть хлопья? Great. And is there any cereal? Я очень голоден. I'm really hungry. Ты хочешь пить? Are you thirsty? Я очень устал. I'm really tired. Действительно? Really? Отлично, замечательно, друзья. Смотрите, у нас с вами уже 18 минут занятия прошло, поэтому, пожалуйста, повторите следующие слова. Вот прямо сейчас можете повторить, открыть ваш асимиль и повторить все слова, включая 20 занятие. Мне не хочется выходить за рамки 20 минут, потому что, я думаю, если наши уроки будут с вами по 30 минут, наверное, это будет много. Кстати, напиши в комментариях, как вам формат 20 минут, либо мы можем с вами заходить за 20 минут, может быть, до 30 минут, потому что дальнейшие диалоги будут становиться все дольше и дольше, они будут длиннее и длиннее. Поэтому напиши, пожалуйста, как тебе формат. Лучше оставить до 20 минут наши занятия, либо можно до 30 минут включительно записывать для вас наши занятия. Окей, хорошо, пожалуйста, поработайте со словами, это очень важно. Суперсовет вы знаете, занимайтесь английским каждый день, повторяйте изученный материал, повторяйте слова. Небольшое домашнее здание. Пожалуйста, сейчас в комментариях напиши три вещи, которые ты умеешь делать. I can't. И три вещи, которые ты не умеешь делать. I can't. Прямо нажми на паузу и напиши. Три вещи. I can't. Три фразы. И I can't. Окей, молодец. Я с большим удовольствием прочитаю твои фразы. Что мы сделали сегодня? Мы с вами сегодня повторили весь изученный материал за последние шесть наших встреч. Также я вам рассказал о супертехнике по работе с диалогами. Надеюсь, она тебе понравится, и ты будешь ей пользоваться. Ну и, конечно, мы немного повторили слова. Я надеюсь, что ты сам повторишь все слова последних шести диалогов. Как тебе сегодняшний урок? Жду от тебя лайк, если урок понравился, и ты его провел с пользой. Если нравится формат, пожалуйста, не стесняйся. Рекомендуйсь своим друзьям, знакомым. Делись ссылкой на это занятие, либо на мой сайт, на мой канал, YouTube. И давай вместе расширять наше сообщество полиглотов. А я с тобой прощаюсь. До следующего занятия. See you very soon. And have a nice day. Have a nice time. Bye-bye.